Эй, всем васа, я братва, с вами я, Влад Гантеля, и давненько не было игровых роликов, братва, очень сильно по вам скучал, и не было игровых роликов только потому, что не было просто реально охуенной идеи, и возможно даже эта идея вам покажется не охуенной, но вы знаете, буквально 9 дней назад, 6 августа, был куплен самый дорогой бизнес в GTA San Andreas Multiplier. Вы думаете, я сейчас напиздел вам? Пацаны, бизнес стоит 200 тысяч рублей, 400 АЗ монет на Аризоне. Нихуя себе! И буквально до 6 августа я думал, что этот бизнес никто никогда в жизни не купит, но у кого хватит ума задонатить 200 тысяч на Аризонку. И вот это свершилось, единственный кентик, играющий у меня на сервере, на Аризонке Чандер. Кстати, брат, если ты еще не играешь, заходи, вы купаете какие-то мажоры со мной играют? Так что, если что, при регистрации Ганта Лашер, на 6 уровне промокодик Чики Мони, и ты также, братик, будешь покупать такие же нереальные бизнесы. Так вот, этот кентик купил этот бизнес. Еще раз скажу, братва, бизнес, который стоит 200 тысяч рублей. Понимаете? Это, мне кажется, очень много, блядь, для игры, сука, Виталсон Андрес. И в этом ролике, братва, я пообщаюсь с ним, мы узнаем, сколько лет этому молодому мажору, сколько он задонатил, чтобы купить этот бизнес. Конечно же, мы посмотрим финку этого бизнеса, и вообще узнаем, рад ли он тому, что купил этот бизнес. Брат, я надеюсь, тебе это будет интересно. Ну, как это может быть неинтересно? Кентик просто купил бизнес за 200 тысяч рублей. Брат, приятного просмотра, и садись поудобнее. А мы начинаем. Итак, ну, в принципе, уже можно на... Ну, нахуй вы сейчас газуете там на дороге, сука. Пацаны, не газуйте там, пожалуйста. Ну, что, братанчик, привет тебе. Наконец-то мы с тобой выловились. Долгое время не мог связаться я с тобой. Как у тебя делишки? Как тебя зовут? Привет, у меня все нормально. Зовут меня Мурат. Мурат, да? Да. О, интересное имя у тебя даже очень. Ну, в принципе, самые интересные вопросы, я думаю, ты сам знаешь, это сколько ты уже играешь на сервере, именно на Чандлере, сколько ты задонатил, финка, рад ли ты покупке этому... Ну, короче, эти самые стандартные вопросики. Давай, по порядку, вообще, сколько ты играешь на Чандлере? На Чандлере я играю год, меня пригласил друг поиграть, и вот так понеслось, что мне понравился сервер, и я начал здесь играть. Угу, были ли у тебя до этого какие-то лидерки там, или вообще, или ты вот так вот чисто именно в полмажорной линии? Лидерки у меня не было, я в МЮ постоянно состоял, в СПД. Какой был твой самый первый вообще донат на Аризонке, и куда ты его потратил? Самый мой первый донат, это на, вот опять же, на Чандлере, это было 2000 рублей я залил, чтобы я потерял аккаунт, создал новый. И залил, чтобы окупить это в вертах, хотя бы на чуть-чуть, 2000 рублей. Ну, получил верты, потом купил лицензию опять, еще задонатил, и вот так вот пошел, пошел мой донат. У-у-у, ну нормально, нормально. Ну давай тогда самое интересное, ну я думаю, многие знают, ну, если кто-то не знает. Сколько все-таки ты задонатил в тот день? Задонатил я ровно 130 тысяч рублей, 130 500, ровно. Ну и плюс у меня комиссию взяли, 10 тысяч рублей Сбербанк. Ой, сколько, десятку? 10 тысяч рублей Сбербанк, Киви брал 12, да. Ебать, подожди, сколько ты на комиссии проебал, получается? 10 тысяч, я говорю, у меня получается, я донатил 130 500, и общая сумма у меня ушла 140 тысяч. Пиздец, ебать, ебать, охуевший, ты что такую комиссию дергать? Я ебу. А вообще, кто-то знал, что ты будешь покупать и с кем-то, ну, об этом общался, с кем-то, как бы, может быть, советовался, делился этой информацией с друзьями? Да, перед покупкой я спрашивал у людей своей Фомы. О, а что у тебя за Фома какая-то? По-любому топовая какая-то? Достаю Фоме Кутузов. Все, понятно. Я спрашивал у людей, типа, стоит ли покупать, на что мне, типа, говорили, ну, на твое усмотрение, ну, типа, опять же, люди были шокированы, типа, ну, кто-то даже и не верил, да ты не купишь, да ты это, ну, вот, купил. Я охуел, грубо говоря. Получается, ты купил, и через сколько там был слет массовый? Или это был не массовый слет? А, это был массовый слет через часа четыре. Ой, 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 ой. И сколько у тебя вышло? Финочка, получается? Финка у меня вышла суммарно за именно этот день 68 миллионов. Ну, в принципе, ну, как, ты был вообще рад этой финочке или нет? Ну, знаешь, поначалу я такой был рад, типа, 68 миллионов, но я думал, это, опять же, не предел. Я когда смотрел, было 63. Я думаю, ну, еще не предел, типа, я же не знал, что Финка 9%. И в итоге, в конце дня смотрю, 68 миллионов. Игроки меня спрашивали Финку после массового слета. Кто-то говорил, это много, кто-то говорил, это нормально, кто-то же опять говорил, что это очень мало. Я собрал в этот же день все деньги с бизнеса и решил просмотреть, слетит ли машина, должен был быть Payday, и узнать, сколько процентов придет. И отсчитал, там слетила банши, не помню, это или нет, но было 320 тысяч, мне с нее пришло. У меня в чате написалось, что такой-то, такой-то игрок купил по госцене, такой-то, такой-то. Я запомнил госцену, сейчас я ее точно не помню. И посчитал на калькуляторе. И у меня вышло, что это составляет 9%. И тут ты охуел, грубо говоря. И тут я охуел, грубо говоря, именно. Вот сколько ты уже этим бизнесом владеешь? 7 августа, это где-то... Сегодня 16-ая, ну, грубо говоря, 9 дней. То есть только в первый день у тебя была максимальная финка, там, 68, и за вот эти вот все остальные дни... Ты можешь какую-то выделить максимальную финночку за вот эти остальные дни? Максимальная финночка 6 миллионов, это было в понедельник вроде, если мне память не изменяет. В этот понедельник 6 миллионов, во вторник 4, потом 2, и сегодня что ли там еле-еле 300 с чем-то тысяч вроде. Да, это пиздец. Вот смотри, вот ты когда общался со Стасиком, вот получается, он тебе сказал, этот бизнес будет стоить того. Вот вообще интересно, как, ну, какую выгоду ты можешь этого бизнеса поиметь? Потому что элементарно продать верты, которые ты будешь с тобой беза выносить, ты не сможешь. За тобой сейчас слежка ебанутая, это по-любому. То есть логи твои чекают, мне кажется, каждый день, ну, и как только ты где-то что-то проебешься, где-то продашь, тебя сразу ляпают. А сколько тебе лет? Мне 16 лет. Ну, вопрос, типа, откуда такие бабки, как бы меняют, ну, типа, мне интересно, да, ну, думаю, ладно, уже похуй. Но в 16 лет дунесть по 130 кусков, это очень плотно. Но ты сейчас в школе, да, учишься? Да, учусь в школе. Вообще, одноклассники знают, а оно сам пики и вот такой темочки и прочее, что, ну, еще что-то спилишь? Мы с другом, вот, с одноклассником играли, жив сам, он просто уехал. Потом я начал один играть на Чандере. Ну, скажешь другу, он сейчас охуеет нахуй вообще. Я ему, да, я ему сказал, он как мне начал спамить ватсап, он охерел. По факту, в принципе, вот так вот, ну, грубо говоря, ты тупо сейчас именно такой самый легендарный игрок, потому что ты первый, кто купил самый дорогой вообще бизнес. Ну, такого бизнеса нет ни на одном сервере, это вообще самый дорогой бизнес в саме полностью, в GTA. Вот знаешь, вот сейчас, вот, все говорят, ты первый купил, ты первый купил. Вот с кем общаюсь, мне говорят, есть люди, вот, которые купят, есть, мне показывают этих людей, я сам общаюсь с этими людьми. На самом деле, ты понимаешь, нифига, да? Ну да. Еще я сейчас в Челике, вот, ну, в одном человеке, я уверен, что он хочет купить ИОВ. Ну, я знаю, что он может. Ну, сделает ли он это или нет, вот это интересный вопрос. Они уже знают, да, про 9%? Да, все уже знают про 9%. Вот, ну, даже не знаю, что все, все или не все, да, 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 всех это останавливает. Так что, Стасик, если ты это видео посмотришь, я знаю, с тобой же, Кентик связался, и вы поговорили по этому поводу. Стасик, давай быстрее. Делай хоть, хоть какие-то проценты, потому что 9% это очень мало. Хотя бы, если было бы 25, хотя бы, ты бы хоть что-то почувствовал. 50, ты бы вообще был бы в шоколаде, 100% так, ты шо? Если бы уже завтра бы все, завтра бы уже все покупали эти автосалон. Я сейчас в данный момент тп-шность к твоему безу и чекну финночку твою за сегодня. Давай, посмотри, мне самому интересно давно не смотрел, утром только посмотрел. Так, ну, 5,8, в принципе, неплохо. Ну, реально, будем надеяться, что Стасик, я думаю, ну, он это видео, думаю, глянет по-любому, подзадумается по процентам. Ну, и ты ему еще написал, я ему написал. Ну, уже, я думаю, после обновления, реально он что-то придумает интересное. Да, будем ждать и смотреть. Ну, шо, спасибо тебе большое, тогда не буду тебя отвлекать, ты на улице гуляешь собачкой. Все, реально, спасибо тебе большое, желаю тебе удачки. Реально, надеюсь, что все получится красиво и ты окупишь этот бизнес. Спасибо большое. Все, тебе тоже большое спасибо. Давай, счастливенько. Ну, что, братва, вот такой вот вышел разговор. В принципе, я задал все самые интересные вопросы, ну, те, которые больше всего всех людей интересовали. Возможно, чего-то я не задал, братва, конечно, вы можете меня поправить в комментариях. Этот Кентик играет со мной на сервере. А ты хуйло, сука, если не играешь со мной, это я вот этому Кентику. То играйте с мной, братва. Играю я на Чандлере. Это лучший сервер здесь. Вкупайте, какие мажоры сидят. Что для них вот такие вот бизнесы, это не проблема. Бро, спасибо тебе большое за просмотр. Я думаю, тебе этот ролик понравился. И мы, наконец-то, пообщались с этим самым мажорным Кентиком вообще на всей Аризоне. Ведь он единственный. Ну, и мне кажется, наверное, последний, кто купил такой бизнес. Братва, спасибо большое за просмотр. Люблю тебя, брат, по трусикам. И связь, конечно же.